здравствуйте друзья ну и как я обещал нужно сделать дегустацию того или с той самой пивоварни в которой я был мы вместе с вами были в гостях и наблюдали за процессом варки пива как я и говорил в предыдущих видео что пивовар подарил по бутылочке пива в данном случае 4 вида пивоварня варит 7 вот и мы вместе с вами варили вот это вот пиво под названием gold вот ну что долго ждать не будем давайте с него и начнем я не уверен то что я все четыре так скажем дегустацию на все четыре пива сделаю сегодня поскольку для меня это будет много ну начнем с пива gold с того пива которое мы варили вот очень кстати вкусный аромат пива ну такой вот по цвету золотистый золотистый эль не знаю может повернуть как-то больше на солнце чтобы вам ребята лучше было видно но такой вот цвет у данного эля желтенький я тут он вчера закончил с медом наконец-таки выставил медогонку на обсушку пчелы уже с утра обсушили и вот сейчас я занимаюсь немножко занимаюсь свечками поступил заказ на свечи надо наделать чистая прозрачная но я точно не помню упоминал ли я что когда пиво отсылается на упаковку в бутылке они не добавляют вот этот вот рыбный клей или что-то там вот эту жидкость которая которая очищает пиво на упаковке стоят фильтры там идет семь фильтров то есть когда пиво забирается пиво забирается на другую на другой завод в другое место для упаковки в бутылке и перед тем как упаковаться в бутылке она проходит через семь фильтров то есть она очищается с помощью фильтров не с помощью каких-то химикатов жидкости желатина или еще чего-то она идет через через фильтра вот естественно добавляется углекислый газ в бутылке то есть она карбонизуется и пиво слегка слегка газированная вот много комментариев получил по поводу по поводу почему пиво не газируется и вообще как как вы так пьете негазированное пиво ну если так вглубиться в историю как раз таки в англии когда варили или их никогда не газировали их просто реально реально их просто не ваш не в чем было газировать можно было забери за загазировать в бочке но и это по ходу дела так и было но специально праймеры сохранять для пива или делать очередную варку для того чтобы загазировать это пиво никто не делал то есть пиво заливалась в бочке она сбраживалась в бочках его сливали или даже я я бы сказал что его не сливали его оставляли в этой же бочке просто закупоривали и оставляли на на определенное время дозреть вот и эль я тут пропил на эль он идет негазированный то есть ребята эль в англии когда приходите в папы вот эти бочки то что то что наполнялись на пиловарне вот эти вот отсталые бочонки мне прокомментировали тоже от этого отсталые бочонки заполняются и после того как они приходят в пап в них сбивается кран в нижнее отверстие от скажем не в боковое отверстие в бочке а вот торцевое в них сбивается кран и это пила наливается с помощью ручного вакуумного насоса грубо говоря подходят и качают накачивают в стакан естественно она имеет какой-то процент газа поскольку в бочке она доходит дрожжи дорабатывают все остальные сахара и ну не знаю поначалу может может и как-то интересно но пила эль эль вкусный очень часто очень если можно так сказать конечно очень часто посещаю пабы и пробую различные или как я уже говорил в комментариях есть есть не только эль есть пиво в бутылках есть лагерная пила которая газированная и лагерная пила но газируются в другие кеги вот те которые наверное не отсталые с фитингами со всем остальным то есть вот так вот туда идет лагер то есть пиво для лагерная грубо говоря пила ладно я тут ударился в демагогию ну что пробуем очень интересный такой какой-то фруктовый запах так скажем пиво имеет свою кислинку честно вот по вкусу напоминает сливовое вино сладкое сливовое вино если вот убрать сладость то вот это вот кислинка как у сливы да да вот по вкусу такое или сливовое вино или свежая корка сливы как будто бы добавлено вот но это все дело действия хмеля и хмель цитра который мы добавляли при варке этого пива он как раз и дает вот этот вот цитрусные ароматы вкус добавляя кислинку ну что ты хочешь летают пчела хотят еще меда дай нам еще чего осушить все уже нет ничего вот ну что сказать это кстати биттер голден биттер то есть она считается горьким горький эль и так друзья давайте на этот раз попробуем светлый эль венус венус венера короче ухты побольше газиков более плотное пиво оно по градусам тоже отличается это пять процентов алкоголя а это было 4,2 по цвету примерно одинаковое но венус оно оно мутное оно мутное в бутылке давайте я покажу поближе повернем опять на свет ну так вот как то вот 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 результат так надеюсь меня там будет хорошо видно ну давайте 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 попробуем попробуем но какого-то сильно выраженного аромата нету пахнет ну не знаю светлым элем просто пивом и по вкусу меньше горечи меньше вкуса хмеля вкус пива менее он не настолько горький как золотой эль ну золотой эль он и написано что он горький а по вкусу интересный привкус я не могу понять что это ну естественно это хмель но но с чем сравнить вот этот вкус я даже не знаю с чем сравнить этот вкус но тоже вкусно вот тоже вкусный тоже интересный но почему-то мутный почему-то вот честно даже не могу не могу найти слов с чем сравнить оно такое мягкое тоже время присутствует горечь нету кислинки вот чего нету есть присутствие горечи такой ну по мне немножко какой приторный вкус вот этой горечи все равно от тебя слышно шуршишь тут все равно от тебя слышно шуршишь тут вот ну ну вот это пиво венус ну и продолжение по поводу по поводу по поводу пива я вот тут собрал немножко хмеля свежего и сейчас буду сидеть обдирать обдирать шишки ну и решил продолжить продолжить видео по поводу пива пива дегустации дегустации пива это у нас пиво под названием Клеопатра в котором 5 градусов алкоголя светлый эль в котором они используют ароматизатор абрикоса довольно таки плотное пиво наливается по виду оно плотное имеет золотистый цвет но опять же наверняка используется только давайте как-то на свет вот такой вот золотистый цвет вот ну и что по вкусу даже носом макнул по запаху ну что-то такое фруктовое я бы лучше я бы сказал пахнет а детским яблочным пюре ой холодное ну и по вкусу оно фруктовое чувствуется запах вот этого вот абрикоса а а ну вот девушкам это пиво понравилось поскольку оно вот такой вот фруктово-ароматное или ароматно-фруктовое ну что еще сказать пиво вкусное легкое по вкусу оно не горькое с фруктовым вкусом фруктовым ароматом но я бы сказал пиво на любителя мне такое пиво а ну я не могу сказать то что не нравится но я бы его не купил то есть вот взяв 4 бутылки я бы выбрал себе наверное вот вот голд или венус но не клеопард поскольку оно ну такая вот фруктовая ну что осталось еще одно это сталп он еще в холодильнике итак друзья сегодня последняя часть нашего пивного балета сегодня барбариан стал 5,5 процента алкоголя надеюсь будет очень вкусный давайте посмотрим что это такое довольно таки густой цвет темный когда льется темнее темнее чем крепкий кофе вот вот такая вот красивая этикеточка ну и давайте покажу вам поближе как обычно вот такой вот черноты ну немножко на свет но не просвечивается вот такой вот интересный сталп что по запаху блин по запаху квас настоящий квас да вот пахнет вот этим вот с желтой почки квасом и вот на вкус он примерно такой же но немножко присутствует горчинка больше горчинка чем у кваса меньше кислоты но очень сильно похож на наш русский квас ой вкуснятина а в послевкусии чувствуется такая вот горелая черная черным горелая хлебная корка вот вот как мне вкусно сегодня ну вот на этом я наверное закончу данное видео снимал я его в течение месяц так уж точно прошел между между дегустациями ну и что уважайте те напитки которые вы пьете и пейте респектабельно все друзья до новых встреч всем спасибо всем пока чирс чирс что я не знаю что я не знаю Продолжение следует...